Нам здесь жить. Простая и понятная мысль. В работе администрации городского поселения Горки и Ленинские она сквозит по всем направлениям жизнедеятельности, благоустройстве, законодательной и бюджетной политики, социальной работе, воспитанию подрастающего поколения. О том, что конкретно сделано в 2013 году в муниципалитете, вы узнаете из материала нашего корреспондента Людмилы Медведевой, которая побывала на отчетном собрании в Горках. Жители Горок-Ленинских неравнодушны к своей земле люди. Можно смело сказать, что они и власть в лице администрации находят полное взаимопонимание. Я вижу, что это действительно поселение, в котором люди живут одной семьей, в котором есть глава, который заботится в первую очередь о людях. В отчетном докладе о проделанной работе администрации городского поселения Горки-Ленинские в 2013 году заместитель главы осветил важные направления в развитии муниципалитета, к примеру, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Поселок Горки-Ленинский продолжен новый водопровод. Магистральный водовод был реконструирован. Металлические трубы, которые служили много лет, заменены на современные полиэтиленки. Новый состав Совета депутатов и администрация в своей совместной работе по-прежнему видят главное – выполнение наказов избирателей. Вопросов много. Начиная от социальных объектов строительства и ведения объектов в социально-культурный баталон назначения. Это вопросы, связанные с жизнедеятельностью, с жизнеобеспечением населенных пунктов, начиная от колодцев, заканчивая системами канализации. Большое внимание администрация Горок уделяет молодежи. В поселении создано муниципально-бюджетное учреждение «Юность», где ребята обучаются в различных кружках и секциях. В свободное от учебы время желающие могут поработать. Они понимают, что работать тяжело все-таки, что добывать хлеб тяжело, и поэтому они стараются учиться лучше. Потом они не ходят, не занимаются ни наркоманией. У них нет на это время. Большим достижением в области социальной политики стало открытие в поселке семейного клуба «Горки», где дети младшего возраста интересно проводят время. Этот осуществленный проект был выставлен на областной конкурс «Наше Подмосковье». Я очень довольна администрацией, ее работой. Администрация очень серьезно относится к своим обязанностям. Валентина Андреевна Житкова, жительница поселки Горки-Ленинские, тоже стала победительницей областного конкурса в номинации «Научный прорыв». Свои знания и опыт по земледелию, и в частности по выращиванию помидоров в открытом грунте, мечтает передать учащимся. На отчетном собрании выступающие высказывали свои предложения о дальнейшем развитии поселения. Одним из больных является строительство нового детского сада. Из денег, переданных из Москвы в Московскую область и, соответственно, в Ленинский район. Значит, на сегодняшний день пошел конкурс по проектированию, назначен подрядчик по проектированию, заключен контракт. Я думаю, что при всем нормальном раскладе май-июнь пройдут конкурсы на СМР, и в июне, максимум в июле, начнет настройка. Совместные действия Совета депутатов, Общественной палаты, Местной администрации и Районной привели к выполнению запланированного в прошедшем году. Работа администрации городского поселения Горки-Ленинские за 2013 год признана хорошей. Людмила Медведева и я, Адамия, Ирина Кошлева, Видное ТВ.